Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале GadgetMoney. Это новое видео про электротранспорт. Это четвертый самокат в моей копилке. Давайте начинать. Поехали! Итак, сегодня я расскажу вам, как покупать электротранспорт бэушным, то бишь на Авито, Юле или подобных форумах или интернет-площадках. В общем-то, я приобрел четвертый самокат в своем парке электросамокатов. И этот самокат на самом деле, как бюджетные жигули. Да-да, не удивляйтесь, почему? Потому что, ну, во-первых, это Xiaomi. Мало того, что это Xiaomi M365, одна из самых первых моделек, так это еще и реплика. Но не удивляйтесь, цена имеет значение. Этот самокат приобретался именно под, может быть, небольшой такой проект. Как знаете, тачка на прокачку, только тут типа самокат на прокачку. Итак, краткая предыстория самоката. Вот он. Сейчас я вам расскажу и подробно покажу внешнее состояние этого самоката. В общем и целом, эта реплика покупалась человеком за 19 тысяч рублей полтора года назад. И он мне отдал существенно дешевле. Для того, чтобы у вас не бомбило, не буду говорить, насколько дешевле. Но это действительно очень дешево. Прям очень-очень дешево. Что не так с этим самокатом? Естественно, я не я, если я куплю самокат какой-то без проблем. У этого самоката сразу после покупки, так как это, во-первых, реплика. Во-вторых, ну да, я знаю, что бывают такие проблемы, как просто порвались в клочья покрышки буквально через несколько километров. Здесь замененные покрышки, более качественные и уже, в принципе, можно пользоваться без проблем. Также у этого самоката еще на гарантийном обслуживании были проблемы с АКБ. А что именно? Да он просто разряжался, друзья, потому что на копиях стоят низкокачественные, как бы, аккумуляторы. И поставлен, по уверениям мастера, а я с ним разговаривал, аккумулятор Samsung. Что это значит, я понятия не имею. Ну, наверное, типа что-то вроде как бы ничего. Приобрел я его вчера, соответственно, можно сказать, что вчера он проехал больше 15 километров и заряда еще оставалось чуть меньше половины. То есть, дальность хода от 20 до 25 километров, скорость при этом от 17 до 25 километров в зависимости от веса наездника. Давайте более близко я вас познакомлю с внешним видом этого самоката за копейки, просто за сущие копейки. Так вот, многие вещи, о которых я рассказываю в видео, такие как iPhone X, самокат, я подумываю. Но, опять же, овладея этим самокатом и немножко погуглив перед покупкой, и вот вчера целый вечер я занимался подбором кастомизационных каких-то запчастей, я понял, что вот такие вот вещи, то есть, ну, условно говоря, как бы, вот этот самокат за копейки, за который я его приобрел, условные копейки, это, ну, то есть, это не тысяча рублей, как бы, даже не пять тысяч рублей, но, все равно, соотношение цены, за которую он продавался, условно говоря, полтора года назад и до сих пор продается за 16-17 тысяч рублей копии, то я его, соответственно, взял, ну, существенно дешевле, скажем так. Не говорю цену, по одной простой причине, если надо, обращайтесь в личку, если хотите приобрести, то есть, ну, окей, я еще найду себе такой же, этот вам, соответственно, продам. Так вот, спустя сутки владения этим самокатом, подготавливаясь к приобретению и вчера занимаясь поиском запчастей на Авито, почему-то на Авито даже иногда дешевле, чем на Алиэкспрессе, ну, допустим, с того же Питера заказать покрышки 10-дюймовые, камеры 10-дюймовые или литые колеса 10-дюймовые или комплект перехода с 8,5 дюймов на 10-дюймовые, стоят либо так же, либо даже, может быть, в каких-то моментах дешевле, чем, допустим, с того же Алиэкспресса. Ну, не суть. В чем посыл? Я хочу этот самокат немножко доработать и кастомизировать. Я сейчас договорился с продавцом, что вчера я приобрел, у меня есть 3 дня на проверку, я хочу его 3 дня, условно говоря, погонять, понять, самое главное, это, соответственно, мотор-колесо, чтобы оно работало, и непосредственно аккумулятор, чтобы он держал хотя бы 20 км по дальности хода. Почему я топлю вот за такие приобретения? Одна простая истина. Вот прямо сейчас откройте, не знаю, по ссылкам в описании, просто загуглите, купите электросамокат в вашем городе, в России, без разницы, где вы живете, в Краснодаре, в Москве, в Питере, в Новосибирске, в Иркутске, в Карелии, где я живу, и что вы увидите? Откройте MVideo, DNS и тому подобное, большой ритейл, как бы, да, вы увидите, что бюджет до 20 тысяч рублей, даже до 15, вам будут впаривать какие-нибудь Digmu или Hover, это самокаты, ну, которые на самом деле не тянут и 7 километров, они не могут вынести вес райдера, как бы, до, там, 80, 90, 100 килограмм. Накидайте вариантов в комментариях, если вы хотите меня разубедить, и, как бы, думайте, что я говорю какую-то ерунду. То есть, до 20, до 15, до 17, особенно до 12 тысяч рублей, условно говоря, да, вы понимаете, к чему я говорю эту сумму, вы не купите ничего. То есть, исходя из этого, умный человек, которым я себя считаю, ну, достаточно, как бы, да, неглупым, думает, окей, зачем я буду покупать, ну, условно говоря, на Vio Digmu за 18 тысяч рублей, который, ну, такое себе, лучше я посмотрю что-то из бушек. Что надо сделать перед покупкой бушки? Надо изучить товар, который вы приобретаете. Есть форумы, есть, опять же, консультации какие-то, есть, может быть, видео на YouTube, где рассказываются преимущества того или иного самоката, минусы того или иного самоката. Сейчас мы будем разговаривать конкретно про копию Xiaomi M365, просто без проф. Во-первых, я его отмыл, он был ужасно серым, вот я сейчас проехал, я сейчас в тапках, да, ага, с носками, вот, представляете, такой тюнинг с носками в тапочках, ну, мне так удобно, как бы, чтобы ветер пальчики мои не, скажем так, не теребил. В общем и целом, ваше любимое выражение. Смотрите, я его немножко отмыл, да, приобретая белый самокат, вы должны понимать, что, ну, либо вы его запачкаете спустя 10 минут владения, один дождь и все, либо, соответственно, как бы, ну, не берите белый. А предыдущий владелец был молодой человек, как бы, поэтому он подросток, поэтому он не особо следил. Вот это все покрытие, все эти резиновые коврики, сверху продаются накладки, они будут, типа, представлять себя что-то из, типа, ну, знаете, шкурки-шкурки, да, как бы такой, с разными акцентами, с разными картинками. Вот эту штуку можно чистить зубной щеткой, она без проблем чистится. Итак, что надо смотреть при покупке БУ-самоката? В первую очередь, конечно же, это внешний вид. Вы должны подойти к самокату, договориться о встрече и оценить. Внешний вид. Не должно быть внешних таких повреждений, как чтобы нигде не треснуло, допустим, конкретно соединение деки с рулевой, то есть, вот, чтобы ГУсь был в исправном состоянии. Это первый момент. Второй момент. При том, когда вы берете самокат, он должен спокойно ехать. То есть, не должно быть никаких препятствий при работе всех двух колес. Третий момент. Конечно же, на самокатах Xiaomi M365 и M365 Pro вроде как убрали, присутствует люфт руля. Здесь это решается путем подтягивания определенных винтов, и все равно он появляется спустя несколько километров. Поэтому на Алиэкспрессе, ссылка будет в описании, или на Авито, будут предложения в виде бабочек, которые можно подкладывать, нужно подкладывать в механизм складывания. Они сделаны из резины и, соответственно, напечатаны либо из резины, либо из пластика, напечатаны на 3D принтер, либо на заводская формовка. В общем, эта приспособа делает так, что люфт руля, соответственно, можно сказать, уйдет навсегда. То есть, вы обращаете внимание на люфт руля, на целостность конструкции. Дальше. Если у вас какие-то претензии, допустим, как у меня, в этом самокате крыло, сразу, изначально, механизм складывания, язычок, за что цепи цепляется непосредственно рулевая рейка, он сломался. То есть, сколько стоит, допустим, поменять вот это крыло. Крыло стоит на Алиэкспрессе 348 рублей плюс 250 рублей доставка, либо на Авито 500 рублей. Крыло по России два дня, там, за сотку тебе его отправят. Дальше. Должна работать вся электрика. То есть, мы включаем, смотрим, нажимаем фонарь. Он у нас горит. Первый момент. Второй момент. Конечно, должен работать газ. Вы проверяете, то есть, вы осмотрели внешний вид, вы проверяете работу мотор-колеса. В первую очередь, можно это делать не ездя, то есть, вы поднимете, здесь старт установлен непосредственно с одного, там, с двух, трех километров, то есть, не сразу, не с места. Надо просто поднять, немножко крутануть колесо, нажать на спусковой механизм старта, и, соответственно, оно должно крутиться беспрепятственно, без посторонних шумов, что обозначает посторонние шумы. Скорее всего, либо это у нас подшипник, либо какие-то проблемы, может быть, задевает, к примеру, покрышка задевает о переднее крыло, там, или о заднее крыло. На заднее крыло вы проверите шум только при, действительно, каком-то физическом использовании, то есть, при катании на самокате, при тестовом использовании. Дальше. Смотрите все соединения, то есть, вот эти вот штучки, так как это здесь все вскрывалось для того, чтобы менять АКБшку, вот эти штучки потом просто можно и нужно поставить на силикон. Дальше. Покрышки. Они, ну, лучше всего, если вы приобретаете какой-то товар копии, и знаете, что даже на родных колесах от оригинала, они выходят из строя, просто они рвутся, потому что они сделаны из говна и палок. Здесь установлена уже другая резина. Вчера подкачали до трех атмосфер. В принципе, там, 2,7, 2,8, ну, можно три, даже иногда три с половиной. В принципе, если в течение разговора, пока вы разговариваете с продавцом, и при этом, может быть, постоите на самокате, покатаетесь, если они, ну, соответственно, не сдуваются, то таких значимых каких-то проколов и тому подобного нет. То есть, уже на это обратили внимание. Дальше. Люфт в этой штуке, то есть, соединение рулевой рейки с головой управления. Здесь установлена плата управления, соответственно, она простая. Тоже все продается на Алиэкспрессе, вообще все. Для этого самоката его можно кастомизировать вообще хоть как. От звонка до тормозных колодок, до аккумуляторной батареи, до мотор-колеса, все продается. Даже дека продается отдельно. Кстати, стоит вообще копейки, 2,5 тысячи рублей. Соответственно, и проверяете тормоза. Здесь тормоза, вот, ну, условно говоря, когда ты так едешь, да, ну, то есть, проверяешь, они работают. При езде, я буду консультироваться, кстати, с мастером, потому что я не особо в этом шарю, при поездке начинаешь тормозить, ну, и как будто бы их, ну, либо вообще нет, либо, может быть, тормозная колодка стерлась, или еще что-то произошло. В общем, надо получать консультацию. Кстати, Леха, скажи, если ты смотришь, а ты смотришь, Леша Сорокин, скажи, пожалуйста, почему плохо работают тормоза. В общем и целом, вы посмотрели внешний вид, отсутствие у нас каких-то значимых вопросов по конструкции, то есть нету трещин, нету переломов, дальше механизм складывания, нету особого люфта. Если он есть, вы знаете, что вы можете его сделать. Проверяем работу электрики, проверяем работу тормозов, проверяем внешний вид, к этому ко всему можно докопаться, сделать скидочку. И в чем же отличие M365 и M365 копия? Они идентичны во внешнем виде, и вся железяка от крыльев до грипс подойдут от оригинала, а электрика немножко другая. Какая установлена электрика? Надо смотреть, непосредственно вскрывая деку и непосредственно уже по артикулу. То есть тут на мотор-колесе даже есть какой-то серийный номер, все дела как бы, но надо смотреть. Нету никаких обозначающих, то есть у меня, допустим, на Максиме есть наклеечки, говорящие нам о каких-то моментах. Тут, соответственно, у нас ничего в этом плане не указано. Я знаю, что этот самокат вскрывался. Мне сказал мастер, еще раз повторюсь, что я разговаривал с мастером, и мне мастер уверил, что самокат исправен, самокат технически может ехать, и, в принципе, с ним все будет хорошо. Какие планы у меня по этому самокату? Ну, во-первых, он держит до 110, ну, типа по паспорту до 110 килограммов. Я мальчик большой, вешу почти соточку, на мне кататься, то есть у меня вот эта дека, то есть она для меня маленькая. Вот это вот расстояние рабочее для меня маленькое. Сюда даже можно сиденья поставить. Вопрос не в этом. Этот самокат, в первую очередь, предназначен для либо компактного человека, если ты парень, или для девушки, или для подростка. То есть, в принципе, любой человек весом до 70-80 килограмм и стройной фигурой будет хорошо смотреться на этом самокате, ему будет комфортно. То есть, я вот сейчас проехал, вчера проехал, сегодня проехал, вчера девушка на нем каталась, как бы знакомая, соответственно, все как бы хорошо. Что хочу сделать? В первую очередь хочу кастомизировать. Я хочу поставить на этот самокат 10-дюймовые покрышки. Что нам для этого надо? Ну, и сами покрышки надо выбрать, либо это будет цельнорезиновые, либо пневматические, то есть с камерой. Для того, чтобы с камерой должна быть сама покрышка 10-дюймовая и 10-дюймовая камера. Дальше, так как у нас размер колеса увеличивается, чтобы не было трения в крыле, соответственно, у нас что? Правильно, надо поднять заднее крыло. Надо поставить на специальный винт непосредственно переднее крыло. То есть, нам нужен комплект проставок. Проставка идет в крыло и проставка идет в подножку, потому что рост самоката, этот клиренс увеличивается, и уже эта подножка, как бы, ну, она будет неактуальна. То есть, она будет не доставать, самокат у вас будет падать. Все это стоит относительно недорогих денег. Ну, для многих это, скажу, до копейки, на самом деле. Покрышка 500, одна покрышка, вторая, либо цельнорезиновое колесо, если на 10 дюймов, там, в среднем, полторы тысячи рублей, как бы. Я думаю, что, скорее всего, назад я поставлю цельнорезиновое, а спереди я поставлю пневматическое 10-дюймовое колесо. Почему так? Ну, потому что, во-первых, чтобы не было вибраций лишней при езде на кочках и каких-то неровностях. Я посчитал на форумах, что такое решение будет очень даже ничего. Во вторую очередь, я хочу сделать его с красными элементами. Да, видите, здесь часть электропроводки в красном цвете, наклеечки в красном цвете. Я сюда хочу поставить именно покрышки красного цвета. Уже предварительно нашел, все договорился, должны это все дело, ну, то есть, осталось только заказать, оплатить, и это все приедет в течение нескольких дней. По кастомизации буду обращаться к Алексею Сорокину у себя в городе. Он должен помочь в этом плане, чтобы я с электрикой ничего не намудрил и как бы ничего не коротнул. Достаточно сумбурной получилась первая серия. То есть, я ввел вас в знакомство с этим самокатом. Почему? Ну, потому что мне интересна эта тематика. Мне интересно, почему надо платить 50 тысяч за Максима или там 30 или 38-36 на распродаже. Он был, но сейчас уже таких цен нет. Доллар растет. Цены аховые. Почему? Не надо. Надо просто включить голову, почитать, посмотреть видосы на Ютубе по типу такого и не бояться покупать. В общем-то, в принципе, если вам это не нужно, то ссылки на интересные электросамокаты, в том числе и бюджетные, будут в описании и на Алиэкспрессе, и в России. По промокоду, как всегда, будет скидочка. Собственно, я поехал дальше думать над этим самокатом. Буду его тестировать в течение двух ближайших дней для того, чтобы продавцу либо его отдавать и деньги забирать, либо, соответственно, начинать проект его кастомизации. Спасибо за просмотр. Пиши до ноль дак, если досмотрел до этого момента. Вся полезная информация по ссылкам в описании и первым комментариям. Спасибо. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok